Вакцинация Вакцинация Я, как ответственная мама, была всегда за щепление своих детей, обоих. Мы всегда идёте за календарем щеплений, никогда ничего не пропускали, и, в принципе, моя педитара, вона всё пояснила правильно, рамотно И никогда не было вообще такого, чтобы мы не делали щепление детьми. И когда я поставил вопрос, что делать щепление от коронавируса, то я для себя приняла таке опосредкованное решение, что так, я буду. А потом у нас был профессиональный тренинг с экспертом ЮНИСЕФ Катериной Булавиновой, которая прищепилась в прямом эфире. И то, что она на этом тренинге рассказывала, вообще не оставила нам никаких вопросов. Что треба, что не треба. Это одностайно так. И мова не в том, что есть какая-то вакцина, какого-то виробника, а речь в том, что нужно вакцинироваться. Тому это решение было именно тогда, когда был профессиональный тренинг. И поэтому я считаю, что все люди, которые имеют возможность сейчас вакцинироваться, они могут это делать не больно. Нема никаких ощущений, но пока что это не страшно, не больно, никаких изменений в организме нет. Во-первых, это снимает тяжкие последствия, а во-вторых, оно перелизирует, ну або суттєво ускладенную работу нашего заклада, не только нашего заклада. У нас фактично за последний час, на цьому тижню 70% працівників одного відділення захворіло, что практически паралізувало работу одного відділення. И, ну, лучше быть вакцинованным, и даже в случае, если заради, что это как-то в легкой форме перехворить, чем поддавать свой организм и навколишних всех на небезпеку, которая породжается инфекцией. Если препарат пройшел сертификацией, если он позволен для использования, он мает, он отвечает тем необходимым критериям для безопасности. И, ну, чего мы боимся, что поднимется температура? Ну, ради бога, температура поднимается. У маленьких детей просто они кашляли десь, подихали холодным повітрям, тоже может подняться температура. Ну, я вважаю, что это не есть риск, который может перешкоджать, выполнять прививку. У нас досить, напевно, высокие процентные отношения тих, кто, в принципе, мает намер и божание прививаться. Потому что, как науковая установка, мы работаем с многими препаратами, и все они проходят, соответственно, стандартизацию, соответственно, и, соответственно, мы легче принимаем то, что можно использовать разные препараты. С начала вакцинальной кампании в нашей лекарне вакциновано уже 560 людей. Из них за сегодняшний день 60. Большая количество среди вакцинованных – это медики. Но в субботу мы уже долучаем до процесу вакцинации журналистов, блогеров, актеров, суспольных действий. Например, сегодня у нас был вакцинованный работник Департамента охороны здоровья. Мы также залучали одну журналистку и одну блогершу. Если мы видим, что у нас остается доза во флаконе, мы оперативно связываемся, и особа приезжает на вакцинование. В межах однієї години. Музыка 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 Музыка